Великой Отечественной войне Великой Отечественной войне В концлагере, где живьем сжигали людей, в том числе и советских военнопленных, это значит, по сути, признать праведность тех идей, которые проповедовали нацисты и гид. Великой Отечественной войне В Трастенецке было уничтожено тоже тысяча тысяч, да и больше двухсот тысяч мирных и военнопленных людей даже из Европы привозили. Возмущению нет предела. 11 апреля, это я думаю, что нужно обязательно обратиться в организацию объединенных наций. 11 апреля 1945 года. Возьмите Бухенвальда. Вы... Мне очень странно, что они забыли историю. Ведь посол Германии изучал историю восточноевропейских стран. И он очень хорошо знает, что творили здесь коллаборационисты. Он очень хорошо знает эту историю, но почему-то он не высказался. Почему-то его здесь нет. Почему-то он молчит в связи с этим. Где господин посол? Вот хотелось бы и от него пару слов услышать по этому поводу. По поводу этого воровского восьместа. Господин посол, сегодня здесь неровно-надушные граждане. Сегодня здесь собралась общественность. Вот тезники, там сомпракованных ладюрю. Тезники, которые пережили все эти страдания. Господин Хуторер, прокомментируйте, пожалуйста, вчерашний поступок ваших коллег. Да. Вы знаете, я вчера вызван с Минстерством и иностранных действий здесь, в Пеновусе. И они... Они не... Значит... Ну, я могу, я думаю, что... Ну, чтобы... Я... Хорошо, сейчас. Они меня доставили, значит, с протестной нотой, да, они протестовали о том, что произошло именно в концлаге Ухан-Вальда. Это было воскресенье. Вы знаете, я им сказал, что я очень, как посоль Орегативной Республики Термании, я очень жалею, что возникли, видимо, растражения, непонимания, и, может быть, действительно... Вы знаете, как посол Республики Беларуси. Вы признаете этот флаг? Да, я, конечно. Вы знаете, у меня там в кабинете, там, это этот флаг, это газонарственный флаг Беларуси, это, конечно, мы... Федеральное правительство это признает, и мы, как посольство это признаем. Если вы смотрите на интернет-веб-сайт, вы видите иногда у меня там речи, там постоянно эти газонарственные флаги Беларусской Республики, да. И я действительно очень жалею, что в связи с этим мероприятием в концлаге Кухенвальда возникли растражения и ранения чувств, ваших чувств. Я жалею об этом. Но надо просто тоже знать, что, вы знаете, это было мероприятие, организованное не федеральным правительством, это было мероприятие, организованное, ну... Негосударственное организация, да. И они решили не пригласить туда официальных представителей Беларуси и России связанное... Это решение было принято связано с агрессией со стороны России против Украины. Это вообще война не... Не можно оправдать. Господин посол. И из этого они... Они... Правительство не было связано с этим... С этим решением. Господин посол, смотрите. Сейчас в европейских СМИ говорят о том, что наши протестующие вот эти оппозиции не имеют никакого отношения к нацизму. Вот это фотографии наших белорусских националистов. Вот это БЧП-символика. Вот такие у них татуировки. Я думаю, это знакомая символика. В западных СМИ, к сожалению, этого нет. Вот это историческая фотография. Вот. Как вы видите, здесь наши белорусские коллаборционисты. Да. Вот. Значит, это наши белорусские националисты, которые участвуют в боевых действиях на Донбассе и убивали мирное население вместе с украинскими националистами, против которых сейчас идет военная операция. Вот это тоже отряды белорусских националистов, которые воевали на Донбассе. И это современные пособники нацизма. Вот у них такие татуировочки. Вот это знаки, я думаю, вам знакомые. А вот это тоже историческая фотография. Как говорится, преемственность поколений. Мы бы хотели, чтобы эти фотографии вы передали немецкому правительству, и чтобы они очутились, наконец, в Бундестаге, и чтобы немецкая общественность, средства массовой информации и органы государственной власти все-таки, наконец, начали говорить правду. И я думаю, тогда бы такие акции у нас не повторялись. Когда наш государственный флаг, а мы связываем этот флаг с преемственностью поколений, как народ-победитель, который освободил Европу от фашизма, заменили на флаг пособников нацизма. Пожалуйста. Скажите, вы передадите эти фотографии? Да. То, что произошло, это является гнузной и мерзкой провокацией. Вы согласны с этим? Вы знаете, это уже ясно, что атмосфера сейчас между нашими государствами, между нашими народами, конечно, в первую очередь, считается Россией. Это очень... Давай, если это прошло. Это очень, очень наполчено сейчас. Вы знаете, это не было наше решение, это было решение в России, потому что там есть нападение, они напали на Украину. И вы знаете, эта война не... Скажите, а представители Соединенных Штатов были на Украине покрываются? Представители Штатов были там или нет? Можно оплатывать, и, действительно, сдержим эту войну, и надо сейчас всего сделать. Я думаю, что это общий интерес, это интерес нашего владельца, это интерес вашего руководства. Я уверен в этом, что... Это фашистов Германии. Долой фашистов вой! Хочет эту войну, и потом поступит... Долой эсэсов-то Шольца! ...мирными переговорами, и это очень, это очень важно, действительно, закончить эту войну, скорее всего. Это, по-моему, это наша общая задача. Тогда перестаньте поставлять оружие. Да, перестаньте поставлять оружие. Убивать, не убивать. Они страдают, это всегда катастрофа. Из-за этого нет фашизма, правильно? Потому что мы не хотим фашизму, правильно? Но нет войны, это сложиво. И 8 лет, господин посол, 8 лет убивали мирных граждан Донбасса. Ни одного голоса со стороны Германии о том, что это надо прекратить. Мы собирали гуманитарную помощь, мы поддерживали этих граждан. Потомки фашистов, правый сектор, Азов постоянно торпедировал, бомбил этих деток и матерей. Где вы были? Почему сейчас вы призываете прекратить войну? А когда? Раньше мы не слышали ваш голос. Давайте будем последовательны и справедливы в отношении этой ситуации. Вся Европа молчала, как будто не мы все были. Еще хотел бы сказать, господин посол, вы говорите о войне, вы говорите о том, что сейчас надо это все прекратить. Мы согласны, да. Нужен как можно скорее мир. Но дело в том, что даже Беларусь сейчас находится под угрозой со стороны украинских властей. Ведь их национальный герой Степан Бандера, подсобник нацизма, подсобник-коллаборант, и его организация УНУПА, в том числе принимала участие в карательных операциях на территории Беларуси. 9 тысяч сожженных деревень. Сколько здесь они творили зверств. И сейчас это их современные герои. К нам залетали со стороны Украины военные вертолеты, беспилотники. Сейчас на территории Украины находится Джозеф Спенсер, организация ДАРПа, военная организация Соединенных Штатов Америки. И он сейчас инструктирует украинских националистов.